Привет, друзья-товарищи! У меня много видео про разные древние интересные находки. Также бывают находки по войне. И, конечно же, есть ролики о том, как я сам ищу разные монетки. Но сегодня не об этом. Такое видео вы точно еще не видели. Когда делал данный ролик, то даже выучил новое слово – Barn Find. Уверен, что многие не знают, что оно такое. Так что слушайте, Barn Find – это что-то вроде поиска сокровищ, но только в мире старых автомобилей. Спросите, как это? Да, у нас это представить сложно, но бывают случаи. А вот за границей это выглядит так. Когда машину поставили в сарай на дальнем конце своего участка или гараж, про который никто не знает, из родственников. А потом владелец ее умирает. И стоит она долго и ждет своего времени. Некоторые стоят десятки лет. Вот для примера. В Англии родственники, получившие в наследство дом с участком земли, обнаружили старенький гараж, в котором стоял практически необъезженный Jaguar E-Type 1964 года. Какой красавец! На аукционе в Имперском военном музее в Даксфорде в декабре 2016 года должен был пройти аукцион по данному автомобилю. В таком состоянии он может быть продан где-то за 35-45 тысяч фунтов стерлингов. Немаленькая такая куча денег. Это у нас где-то 43-55 тысяч долларов. Конечно, после реставрации такой автомобиль будет стоять в разы дороже. А вот смотрите, какой раритет был обнаружен в Великобритании. Это советская Волга ГАЗ-21 1966 года выпуска. Обратите внимание, у нее правый руль. Как сообщается в пресс-релизе бюро, нашедшего машину в заброшенном гараже, седан находится в потрясающем для такого солидного возраста состоянии. Он полностью сохранил оригинальную комплектацию, в которой подготовленные для Англии Волги продавались дилерам Горьковского автозавода компанией Thompson & Taylor, включая даже родные шины. Представьте себе! Автомобиль хранился в сухом гараже с 1982 года и благодаря этому имеет очень хорошее состояние. Он даже завелся и выехал своим ходом из гаража. Теперь раритет ждет, конечно же, реставрация. ГАЗ-21 с правым рулем – один из самых редких в мире ретроавтомобилей. Таких машин было выпущено всего около 100 единиц. Представьте себе! И лишь 15 из них были проданы на территории Великобритании. Но именно для англичан автомобиль был переименован в «Волга М-21». В Швеции есть уникальное место – кладбище автомобилей. Находится оно в лесах на юге страны, вблизи города Вастнас. Здесь нашли свое пристанище более тысячи антикварных автомобилей. Представьте! Тысяча антикварных автомобилей. Их суммарная стоимость – более чем 100 тысяч долларов, даже в таком вот состоянии. Смотрите, сколько здесь всего. Здесь можно увидеть автомобили марок Ауди, Саа, Форд, Опель, Вольво, Бьюик. Это атакладбище образовалось в послевоенное время, в 50-х годах. Тогда автомобили, которые в Европе бросили американские военные, сюда стали свозить два брата для ремонта и последующей продажи. Братья занимались этим бизнесом до 80-х годов. И часть из этих машин была разобрана на запчасти. После смерти одного из братьев стоянка была заброшена. И как мы видим, раритетные автомобили уже стали частью природы. Они заросли мхом, и деревья растут не только вокруг авто, но и сквозь них. Если вам не сложно, друзья, обязательно напишите, что вы думаете по данному ролику. Если вам это интересно, я буду снимать такие видео и в дальнейшем. А если нет, то я больше не буду забирать ваше время. В мире таких автомобилей и подобных еще очень много. Так что смотрите фотографии и наслаждайтесь. Я поймал себя на мысли, что вот бы мне туда попасть. Не знаю зачем, но очень бы хотелось посмотреть, походить. Может чего-то открутить для себя. Ну вот такие вот мы есть. Спасибо вам за просмотр. Всего вам самого лучшего. До новых встреч на канале. Пока-пока. Мне очень важно ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok